Девчонки и мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать ботинки, которые сейчас находятся на скидке. Распродажа продлится до 6 февраля, возможно, будет еще продлена. Об этом никто не знает, потому что мы не знаем помыслы компании. Они были на скидке и в прошлом каталоге, и сейчас они на скидке. Я уже снимала обзор на бежевые ботинки, потому что в точно такой же обувь есть в бежевой расцветке, такой в золотистой расцветке, под золото сделано, вот это вот под серебро. Поэтому про размерность я все рассказывала там, стельку в сантиметрах я тоже показывала там, поэтому на этом долго не буду останавливаться. Есть в бежевой, есть в черной расцветке. Просто хотела вам показать, как они смотрятся на ногах. Мне очень понравились они. У меня единственная дилемма остается все-таки с размером. Вот мне должны прийти завтра 39 размера, потому что вот сейчас на ноге у меня 38 размера. И я уже точно определюсь, какие оставлять. Надеюсь, там небольшой будет разбег. У меня кругом идет голова по поводу размерности, потому что вообще, по идее, я вот эти ботинки планирую больше носить не зимой, а когда уже будет слякотная погода, когда уже будет там, допустим, плюс один, плюс два, плюс три, вот на такую погоду, когда начнет таять снега. И мне они очень понравились в плане практичности. То есть они с высокой подошвой, то есть будут долго сохранять тепло, да. Простите. Что-то не в то горло попало. Переснимать не буду. Вот, потом мне не понравились тем, что они непромокаемые. То есть, видите, вот эта вот часть у них выполнена из кожи зама. Вот эта часть у них такая, как, ну, дутики, сапоги. Она непромокаемая. И вообще идеально они подойдут как раз именно на вот такую вот слякотную погоду. То есть я думала, что я куплю и буду одевать в морозы, надев толстый какой-нибудь теплый такой носок и буду ходить в морозах. Но так подумала и присмотрела к той одежде, которая у меня сейчас в данный момент есть, к тем курткам, которые есть. Я понимаю, что они вообще идеально подходят. Вот под эти, которые вы сейчас видите на мне. Но, правда, не в полный рост. В полный рост было вообще круто посмотреть. Но я как-нибудь вам покажу все-таки в другом месте, как-то в других, в другом каком-нибудь видео. Очень круто смотрится с нашими кожаными леггинсами. И с леггинсами из эк кожи. То есть вообще круто смотрится. Круто смотрится с какой-то спортивной коротенькой курточки. И я понимаю, что лучше оставить, наверное, все-таки 38 размер. Да, его невозможно. Ну, то есть можно одеть его на толстый носок, но через какое-то время становится некомфортно. Вот. Но они лучше, мне кажется, подойдут под куртку. Мне на более прохладную погоду, когда уже у нас начнется слякать. Вот это вот месиво, когда начнет таять снег. И вся та обувь, которая у меня есть, она вообще не подойдет, потому что это все будет промокать. У меня в основном уги, и в основном у меня какая-то бархатная обувь, и это все будет промокать. А вот эти вот идеально просто подходят под мою курточку. Вот. Поэтому по размерности ориентируйтесь сами. Мне еще вот надо 39 размер получить, и я тогда посмотрю на стыки, то есть какие мне лучше подойдут. Но уже склоняюсь к тому, что я ставлю 38, их можно надеть на тоненький носочек, и тогда они будут хорошо сидеть на ноге. Когда же одеваешь, и вот я сейчас одела вот эту вот ногу на тоненький плюс толстый шерстяной носок, вот такой вот у нас, у нас в Берлике есть вот такие вот шерстяные были, по крайней мере, в том году шерстяные носки, и они мне прям так достаточно впритык. То есть если на какие-то длительные прогулки одевать, я думаю, будет через какое-то время уже некомфортно ноге. Если просто на шерстяной носок одеть, вот у меня эта нога одет, она просто на шерстяной носок, то гораздо, ну, лучше. Ноге комфортнее, то есть так можно гулять сколько угодно. Но я думаю, если бы я их брала на мороз, там на минус 15, то лучше взять 39 размера, тогда ты точно уверен, то есть я бы точно была уверена, что я могу одеть шерстяной носок, прогулять там, я не знаю, 10 километров, и мне бы на ноге было бы попрекрасно. Но у меня на прогулке есть уже, я так подумала, подумала, у меня на прогулке уже есть обувь большого размера, черная, в которую я могу одеть два носка. Поэтому не вижу смысла одевать, ну, покупать еще одну обувь, заказывать, которую я тоже могу одеть там на три толстых носка. Тем более она мне вообще не идеально подходит к тем курткам, которые есть. Короче, я все-таки, скорее всего, склоняюсь к 38 размерам. Но у меня есть еще мыслишки все равно перезаказать, так как в Волгобрадской области есть 39 размера бежевого цвета. Я все-таки, получив 39 размера серого цвета, посмотрю, как с размерностью обстоят дела в этих ботинках. И, возможно, закажу себе еще 39 бежевого размера на Волгоградский склад. Там у меня получат эту обувь родители. Я ее смогу носить, может быть, там у них зимой, следующей зимой, но уже вот на теплых там два-три носкам, но уже зимой. Вот такие вот мне соображения насчет этих ботинок. Очень мне понравились, прям крутышки. Практичные, удобные. У них подошва такая обалденнейшая. Прям я вам сейчас сниму, наверное, без вантажа, чтобы видео сделать. Вот так вот они выглядят. Очень красивая. Вот именно вот этот вот цвет, который переливается на свету серебристым. Круто смотрится на ногах. Муж оценил, сказал, что это все лучше, чем твои уги. Ему не нравится, когда я одеваю уги, а у меня вся обувь, и зимние это уги. Поэтому она говорит, ну, и действительно, они реально круто, стильно смотрятся на ногах с какой-нибудь спортивной курткой, с обтягивающими леггинсами. Даже если не с леггинсами, то джинсами. Прям очень-очень классный вариант. Под какие-то недлинные, коротенькие такие курточки. Ну, либо курточки по попу. Вот, очень классный. Вот вообще я от души смогу смело рекомендовать к покупке. И у них еще вот такая вот тракторная обувь. Даже вот сейчас начнется гололед, опять же, в связи с тем, что начнет все таять. Утром будет подмораживать, там вечером подмораживать, а утром днем будет слякать. Вот на такую погоду они просто идеально подойдут. Поэтому покупайте, не пожалеете. Главное попасть в размерность. Но можно, в принципе, заказать два каких-то смешанных размера между собой. Можно даже три. Примерите в офисе и оплатить только тот, который подойдет. Так что берите вообще, не пожалеете. Да, наверное, я не показала вам и в прошлый раз, как это внутри сделано. То есть сбоку застежечка. Здесь они также фиксируются. То есть можно их как-то утянуть на ногах. И вот так вот они выглядят внутри. То есть у них есть мех, ворс и также есть меховая стелька. Меховая стелька. Вот. Да, обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех закрытых распродаж. И поделитесь этим видео там в социальных сетях. Даже можете оставить свои реферальные ссылки для регистрации. Как-то оценить это видео, пролайкать. Оцените это как-то видео. Мне будет действительно приятно. Это обмен, энергообмен между блогерами и между зрителями. Все. Всем пока-пока.